Модуль StatWate очень устарел, так как сейчас есть гораздо более точные методы проверки того, какой стат апнет вас больше всего. При симе StatWate по очереди накидывается по примерно 100 единиц каждой характеристики, и исходя из полученных данных формируется результат. Это крайне неточная информация, так как при повышении одной характеристики у нас меняется приоритет других статов. А StatWate не способен это отслеживать. Чтобы узнать, какие чанты и камни стоит использовать, используйте топ гир. Чтобы узнать, какой гир следует фармить, Драптимайзер. Про StatWate забудьте, он бесполезен. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Приа. По идее, после всего ранее сказанного я должен вообще закончить видос и не говорить об этом. Но все же, сегодня мы рассмотрим вкладку StatWate. Во втором видосике из этого цикла мы рассматривали вкладку топ гир. В третьем видосике из этого цикла мы рассматривали вкладку Драптимайзер. Поэтому говорить, что они делают, не буду. Просто-напросто есть уже об этом видосике, и вы в любой момент можете их глянуть. Сегодня речь пойдет о вкладке StatWate. Хоть о ней было и много сказано, но немножечко стоит прояснить ситуацию и показать вообще, как она работает и для чего она может использоваться. И какой аддон поможет еще в игре немножко отслеживать эти статы. У нас есть два варианта для того, чтобы просто-напросто глянуть персонажа. Мы можем ввести регион, сервер, никнейм. А можем просто-напросто скопировать код из игры. Я воспользуюсь вторым вариантом и скопирую код своего ДК. Жмем кнопочку Generate StatWate и смотрим вес статов. Само собой, можно, конечно, поменять и опции различные, файт стайл, количество боссов. Но мы менять ничего не будем и сделаем просто-напросто все по стандарту. После того, как StatWate сделан, мы можем увидеть никнейм, ДПС, расу, специализацию, класс, шмот, таланты. Используемые проводнички, используемый медиум. Ну и, само собой, можно рассмотреть абсолютно весь вес статов. То есть, одна единица крита, например, даст прирост в 1,6. Скорость идет на самом последнем месте. То есть, скорость не особо важна по мнению StatWate. Просто-напросто. Как мы можем обработать этот код более подробно, более детально? Мы просто-напросто скопируем то, что предложено и вставим в аддон Pavan. После того, как вы установите аддон Pavan, нужно открыть информацию о персонаже. И под вторым тринкетом просто-напросто будет окошечко этого аддона. Открываем его, делаем новую шкалу для себя. Я возьму уже существующую, в своем анхоле. Да, тут значения, само собой, другие. Их просто-напросто нужно переписать. Каким образом? Мы открываем первую кнопочку шкалы. И, собственно, что нам нужно сделать? Мы жмем импорт с целью добавления. Жмем Ctrl-V, вставляем. Окей. Все. Теперь, что мы с этого вообще получаем? В тот момент, когда мы наводим на какую-либо вещицу, мы просто хотя бы примерно понимаем, сколько улучшения в процентах она нам даст. Само собой, это, конечно, лучше делать через Droptimizer, но все же, хоть как-то так можно глянуть первичный процент улучшения у этого слота. Так что, пользуйтесь. Быть может, это будет вам полезно. Но, как было сказано в начале видосика, просто-напросто лучше использовать другие вкладки сайта для того, чтобы нормально одеваться. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.